Добрый вечер всем моим гостям. Сразу заранее прошу прощения, если будут какие-то технические накладки-неполадки, потому что я только осваиваю Телеграм. В плане ведения вебинаров пока еще, может быть, чего-то не до конца понимаю. Поэтому сейчас прошу дать мне обратную связь. Как меня видно, как меня слышно, слышно ли хорошо. И попробуйте написать об этом в чате. Мне, наверное, не удастся делать демонстрацию экрана. Хотя я приготовила несколько примитивных слайдов. Но если не получится со слайдами, значит будем так говорить. Ладно, не будем мучить мой компьютер. Давайте начнем так. Итак, я приветствую всех, кто собрался. Я не знаю, какой процент у меня новеньких, какой процент стареньких. В любом случае, всех рада видеть. И хочу выразить вам свою глубокую признательность. Объясню почему. Дело в том, что поскольку я уже 5 лет, почти 6, работаю в этой теме, занимаюсь проблемами лишнего, так сказать, веса, то у меня уже глаз автоматически на улице выискивает людей с лишним весом. Хотя, когда я иду по улице, мне даже не нужно напрягаться для того, чтобы выискивать людей с лишним весом, потому что они практически все с лишним весом. Но я думаю, что вам не нужно это объяснять. Вы, наверное, и сами это видите. И это, конечно, печально. Так вот, о чем я? О том, что когда я иду по улицам своего маленького городка и вижу сплошь и рядом людей с лишним весом, я смотрю на них пристально и пытаюсь понять, а как они относятся к тому, что они так выглядят. И порой они выглядят, я не побоюсь этого слова, безобразно. Потому что есть совсем печальные картины, и их много. Наверное, особенно это заметно в маленьких городках. Такие вот печальные картины. Так вот, когда я смотрю на этих людей, я понимаю, я догадываюсь, что эти люди относятся к своему лишнему весу как к норме. Вы понимаете, что страшно? Что они считают, что это норма. И вот это самое ужасное. Потому что если человек считает, что лишний вес норма, что ему там положено годам к 50, а может даже уже и 40 иметь в запасе лишний вес, то есть быть полным, то он ничего не будет делать для того, чтобы как-то привести себя в хорошую физическую форму. А это ужасно. Потому что если ничего не делают для того, чтобы прийти к какой-то более-менее стройности, то ситуация будет усугубляться, и она усугубляться, будет отражаться будет прежде всего на здоровье. Потому что никому не нужно доказывать, все уже это прекрасно знают, что чем больше лишнего веса, тем хуже обстоят дела со здоровьем. Так вот, в чем моя признательность выражается вам? В том, что вы, те, кто пришли на этот вебинар, вы люди совершенно неравнодушные к своему телу, к своей внешности. И вы отдаёте себе отчёт в том, что эту ситуацию надо как-то исправлять. Ну, поэтому вы здесь. И поэтому мы будем разбираться сегодня в этой ситуации. Возможно, я буду говорить какие-то немножко непривычные, странные вещи для вас, для некоторых. Возможно, я буду говорить какие-то всем знакомые вещи. Но, тем не менее, эта тема не новая, согласитесь, лишний вес. Поэтому так или иначе мы будем плясать вокруг общеизвестных понятий. Но я постараюсь быть очень понятна в плане объяснения этой темы. Потому что очень часто, когда речь заходит про вот эту тему, снижение веса, очень часто мы видим какие-нибудь специфические термины. Но не буду я их сейчас вам перечислять, загружать ваши мозги. А ведь почему я хочу избегать этих специальных и специфических терминах? Потому что вы должны понять причину своей проблемы, причину лишнего веса. До тех пор, пока вы не поймёте, откуда что берётся и насколько это всё глубоко зашло, до тех пор у вас ничего не будет получаться. Потому что, не зная причину, невозможно прийти к результату. Чтобы прийти к результату, надо работать с причиной. Устраняя причину, мы добиваемся цели. Поэтому сегодня будем идти вглубь, разбирать причины и находить те способы и методы, с помощью которых можно с этими причинами основательно разобраться, поработать. Те, кто меня знают, они меня знают. А те, кто меня не знают, у нас, возможно, есть новенькие. Меня зовут Бая, я доктор натуропатии. Но родилась я не доктор натуропатии, я родилась обычной советской девочкой в далёком 1963 году. И у меня было всё, как у всех. Советское детство и традиционное питание. И к 50 годам я себе наела, нажила немало проблем. На этом традиционном питании был и лишний вес, и список заболеваний. А потом, когда мне исполнилось 53, я резким взмахом руки решила со всем этим покончить. И мне это удалось. Благодаря натуропатии, благодаря законам натуропатии, определенным методикам, принципам, правилам, коррекции питания, мне удалось сбросить 26 килограмм лишнего веса, выбраться из всех своих диагнозов. И на сегодняшний день мой рост 170, вес 55, мне 59 лет. Я себя прекрасно чувствую, у меня ничего не болит, нет никаких заболеваний, я совершенно спокоен за свой вес. И у меня всё отлично. Море энергии. Я выучилась на докторе натуропатии, получила диплом, и имею полное право давать консультации, проводить вот такие вебинары и учить других людей добиваться того же, чего добилась и я. И вот в свете того, что я сейчас сказала, сразу хочу развеять некоторые мифы. Вокруг меня постоянно будет миф. Я читаю это в комментариях, в сообщениях, и мне приписывается какая-то совершенно нечеловеческая сила воли. Якобы у меня, я какой-то железный феликс, вот я там чего-то придерживаюсь, чего-то там применяю, при этом я проявляю неимоверную силу воли, какую-то там выдержку, терпение, и поэтому у меня вот хороший результат, поэтому я сейчас в хорошей форме. Сразу хочу опровергнуть это. Никакой силы воли никогда мной не применялось, ни на каком этапе. Исключительно вся моя эпопея, весь мой путь основывался только на интересе, на увлеченности и на, как сказать, на получении этих удивительных результатов и открытий, которые я делала на своем пути, и радости, которые я испытывала от этих открытий. И мне нравилось и сейчас нравится изучать натуропатию и идти своим путем, путем в теме питания и заниматься и ощущением организма. Мне все очень нравится, и если бы мне это не нравилось, то я бы этим не занималась, потому что я считаю моё глубокое убеждение, что на одной силе воли никуда не уедешь. Невозможно снизить вес на силе воли. Вот поверьте, уже сотни клиентов прошли через мои руки, и я знаю, что я говорю. Невозможно привести себя в хорошую физическую форму только на силе воли, и только на преодолении себя, и только на терпении, терпении и терпении. Это не нормально. Человек рождён не для того, чтобы постоянно жить в каких-то преодолениях себя и наступать на горло собственной песни. Человек рождён, я считаю, для того, чтобы получать удовольствие от жизни, радоваться жизни, чтобы жизнь была комфортной. Комфортной я имею в виду не в плане получения благ цивилизации, а комфортной в плане получения эмоций от этой жизни. Жизнь – это всё-таки радость должна. Точно так же мы и будем относиться к теме снижения веса, как к какому-то радостному открытию, которое мы узнали, применили к себе, к своей жизни и получили шикарные результаты. Друзья, если вас раздражает второй экран, который внизу, вы извините, я просто не понимаю, как его убрать. Ещё раз прошу прощения, потому что это мой первый более-менее человеческий вебинар, который я провожу на Телеграме. Поэтому я тут ещё некоторых вещей не знаю. У меня нет помощника, но я постараюсь с этим разобраться. Так что вот как есть, так и есть. Вы уж извините. И сейчас я хочу сказать вообще про вот это само понятие лишний вес. Вот про эти цифры, вот про эти вот нормы, которыми мы все оперируем. Я думаю, вы все прекрасно помните, что существовало, она и сейчас существует, вот эта вот мерка рост и вес. Там плюс-минус 10 килограмм, и как-то так это считается нормой. Вот это понятие нормы, нормальный вес, ненормальный вес, там заниженный вес, завышенный вес и так далее. Это всё очень условно. Я сейчас объясню, почему. Это очень условно. Потому что люди живут, рождаются и живут с разными комплекциями. на вес, на цифру веса, на комплекцию человека в общем и целом влияют очень много факторов. И наследственность, и национальность, и образ жизни, образ питания само собой. И даже темперамент, строение кости и так далее, скелета. Очень много всяких факторов влияет. Поэтому нельзя всех равнять под один вес. Почему я это говорю? Очень часто я слышу от людей вот такие выражения. Вот у меня, вот я сейчас вешу столько-то, но мне нужно минус 6 килограмм. Я говорю, а почему минус 6? Почему не минус 5 и не минус 7? А вот я знаю, что если у меня будет минус 6, то мне будет хорошо, потому что в таком-то году я весила вот минус 6, и мне было очень хорошо. Поэтому я сейчас снова хочу минус 6. А вот когда начинаешь узнавать, в каком году было минус 6, оказывается, между точкой А и точкой Б уже прошло 20 лет. То есть, понимаете, если 20 лет назад у человека вот та цифра минус 6 килограмм, ему было хорошо, то спустя 20 лет вот эта самая цифра может быть уже не очень хорошо, потому что уже многое изменилось за 20 лет. Вообще сам организм уже перетерпел много изменений. Поэтому нельзя себе ставить вот эти какие-то там выдуманные, придуманные вами цифры в цель. То есть не надо ставить вес в цель. Прежде всего, внимание нужно обращать на своё самочувствие, потому что что такое лишний вес? Ну, или будем говорить более правильным языком, избыточная масса тела. Есть ожирение, да, есть избыточная масса тела. Ну, будем говорить про избыточную массу тела. Это звучит не так страшно, как ожирение, правда? Что это такое вообще избыточная масса тела? Это есть последствия нарушения обмена веществ. Нарушение обмена веществ неумолимо влечёт за собой общий системный сбой, ну, сбой работы всех систем в организме. И как следствие этого нарушение здоровья. То есть, ну, ухудшение, будем говорить так, ухудшение здоровья. Поэтому прежде всего здесь прослеживается вот такая взаимосвязь. Лишний вес или избыточная масса тела неизбежно приводит к ухудшению здоровья. Поэтому, если вы стремитесь привести себя в хорошую физическую форму, то думать, прежде всего, нужно не о цифре, а вот именно о своём самочувствии, которое является показателем здоровья. Поэтому всегда, когда вы ставите себе цель привести себя в хорошую форму, там, снизить вес, уменьшить массу тела, всегда ориентиром нужно держать своё самочувствие, своё здоровье. Может быть, такая ситуация, что вы встаёте на весы и вы видите, там уходит минус 500, минус килограмм, минус килограмм, минус ещё килограмм. Вы, может быть, даже будете констатировать уход веса, но при этом вы будете себя отвратительно чувствовать. У вас будет раскалываться голова, вас будет тошнить, у вас не будет совершенно энергии. Возможно, могут быть такие ситуации. Может, конечно, быть и хорошо, но могут быть парадоксальные ситуации. И это о чём будет говорить? Что вот это снижение веса, оно происходит ненормальным путём, неестественным. Его не должно быть. Оно происходит в каком-то приказном порядке и, возможно, не теми методами, которыми нужно именно этому человеку. А когда происходит комфортное, но правильное, естественное снижение веса, человек, как правило, чувствует себя лучше по сравнению с тем, что было до того. Поэтому, вот это моя пространная речь, она относилась именно к тому, чтобы весы, в принципе, как таковые, можно не доставать ни каждый день, ни даже каждую неделю. Вот да, вот как это ни странно, хотя мы говорим о весе, можно убрать весы, можно сделать так, встать на старте на них, замерить свой стартовый вес, эту циферку, всё равно она нужна, для какого-то там сравнительного анализа. и всё, и запрятать весы куда-нибудь там далеко-далеко на антресоли, чтобы их доставать было лень. А достать их оттуда только через месяц, не раньше. Вот тогда это будет вот такое, ну, корректное, корректное измерение своего веса, и это не будет вас сбивать с пути, а будете больше прислушиваться к себе, к тому, что происходит у вас в организм. Ну, и давайте обратимся к нашему организму, да, и объясним себе, что же такое лишний вес, что такое избыточная масса тела, из чего она складывается. Ну, я назову три основные вещи, из которых складывается лишний вес. Скорее всего, вы это знаете. Ну, первое, это, конечно, жир. Второе, это внутренние, как правило, внутренние отеки, хотя и внешние бывает, и даже бывает, что и видно. Но очень часто это бывают внутренние отеки, которых вы не видите, но они там существуют. Сейчас мы об этом подробнее поговорим. И третий фактор, причина лишнего веса, это шлаки. Сейчас подробно разберем каждую из трех позиций. Конечно, у меня были изготовлены слайды на каждую из этих позиций, но, видимо, я не разберусь без помощника. В следующий раз, когда будет аналогичный вебинар, думаю, что будут слайды. Ну, если мало моей речи, можете себе там что-нибудь писать на ваших бумажках, чтобы потом представить себе вот этот вот весь конспект этого вебинара и чтобы в голове это все четко разложилось. Итак, еще раз, жир, отеки, которые представляют из себя жидкости, и шлаки, это вот эти три составляющие, которые и представляют из себя тот самый лишний вес, с которым вы хотите бороться. Давайте теперь разберем каждую составляющую. Давайте начнем с жира. Откуда он берется? Ну, здесь, я думаю, все прекрасно это знают, что жир это то, что организм не смог переработать в виде поступающей глюкозы вместе с пищей, которая поступает. И вот эти нерасщепленные глюкозы, организм ее складирует в виде жира. Так называемые стратегические запасы. Теперь поворачиваем наши взоры на глюкозу. Для многих глюкоза это сахар, просто сахар и те продукты, в которые он содержится. И это, конечно же, правильно. Сахар, то есть то, что белый порошок, так сказать, или кусковой, вот это есть в чистом виде глюкоза. И на сегодняшний день у нас есть очень много продуктов, которые содержат в себе чистый сахар, чистую глюкозу. Это, конечно же, все кондитерские изделия, это все булки, булки, блины, хлеб, и еще большой ряд продуктов, включая молочную продукцию, и так далее, и так далее, всякую консервацию. То есть очень много, очень много продуктов, где содержится сахар. не говоря уже о фастфуде, об общепитовской еде, когда в каждый салат добавляется соус с содержанием сахара. То есть очень много скрытых сахаров, о которых мы даже не подозреваем, что они там есть, но они на самом деле есть. То есть переизбыток глюкозы, он очевиден. Он очевиден. И это, конечно, сказывается на отложении жира. Но сейчас еще один очень важный момент в отношении глюкозы. Очень мало кто знает, что вся вареная еда, вот все, что вы варите, все супы, макароны, каши, картошки, там печеные тушеные овощи, щи, борщи, вот все, все, что сварено, и бобовые, в общем, все, что прошло термическую обработку, растительная еда, да, или там около растительной, она вся при термическом приготовлении превращается в крахмалы. Вот такое понятие есть, крахмалы. Вся вареная еда превращается в крахмалы. И внимание, внимание, крахмалы расщепляются у нас в организме до глюкозы. Вот это не все знают, что все крахмалы расщепляются до глюкозы. Таким образом, даже если человек не употребляет сахар в чистом виде и сахар, содержащий продукты, такие как выпечка, скажем, и кондитерские изделия, конфеты и прочее, но при этом основное его питание составляет вареная еда, ну скажем, утром каша, в обед суп, вечером тушеные овощи. Он все равно при этом находится в состоянии переизбытка глюкозы, потому что вся эта крахмалистая еда с утра и до вечера превращается в глюкозу. И он сам этого не осознает. и он недоумевает. Да как же так? Я же исключил конфеты, я же исключила пирожные, торты, у меня здоровая еда, я кашку овсяную утром кушаю, у меня в обед супчик там тыквенный, а вечером я вот там картошечку ем с овощами или что-нибудь там, капусту тушеную. И при этом человек совершенно не догадывается, что он употребляет глюкозу, хотя он от нее отказался. Представляете какое коварство? А вот теперь сравните ваше питание с тем, что я описала. А у вас сколько в рационе термически приготовленной еды? Вот больше чем уверена, что у большинства из вас термически приготовленной еды, но если не 100%, то где-нибудь около 90, ну что-то около того. что такое для человека, для обычного человека готовить еду? Это равнозначно тому, что идти к плите, доставать кастрюльки, сковородки и что-то на огне готовить, то есть термически приготовить и превращать в крахмалы. Вот что такое привычное, традиционное вареное питание, я уже не говорю о хлебе, который тоже крахмал, крахмалистый и тоже глюкоза. Вот оно коварство глюкозы и вот он источник образования жира, вестерального жира, который накапливается у нас в теле и составляет основную часть, основную составляющую лишнего веса. это конечно же жир. Дальше второе отеки. Что такое отеки? Это скопление жидкости. Какой жидкости? Что же что за жидкость? Почему она там скапливается? За отеки у нас отвечает лимфатическая система. Что такое лимфатическая система? Это канализация в нашем организме. То есть в организме происходят обменные процессы и в результате вот этой жизнедеятельности у нас образуются некие отходы. И организм забирает эти именно лимфатическая система, она собирает эти отходы по всему организму и она призвана их выводить через кишечник вместе с этими со стоками будем называть отходы. Отходы в жидком виде проникают в кишечник и далее спускаются вниз и выходят естественным образом. Это задача лимфатической системы. Почему вдруг происходит застои? А все потому, что присутствует жир. Что делает жир в нашем организме? Он передавливает много сосудиков, причем не обязательно крупных, но у нас очень много мелких, как кровеносных, так и лимфатических. Я поделюсь с вами такой натуралистической картинкой, она может быть очень неприятная, но вы должны это знать. Когда я училась в институте натуропатии, у нас был такой предмет анатомии. И анатомию мы проходили на нам показывали видео на трупах. Извините, что я вот так вот. Это были прям вот трупы, у которых поднималась брюшина, верхняя часть кожи на животе. И нам показывали, как расположены внутренние органы, органы брюшной полости, ну и вообще все органы внутри. Так вот, что для меня было самое потрясающее, что органы, все органы, и кишечник, и печень, и желчный, и поджелудочный, и желудок, и вот сердце, все-все-все, оно находится в очень тесной близости друг с другом. Все органы буквально прижаты друг к другу, буквально чуть ли не лежат друг на друге. Вот так, рядышком, рядышком. То есть для чего-то другого там места просто нет. И вот теперь представьте, что вот это пространство внутри нашего тела, которое предназначено только для органов. Наше тело, наша внутренняя комната, она для органов. А у нас, кроме органов, там скапливается огромное количество жира. Ну, у кого-то огромное, у кого-то не очень огромное, но если тело распухшее, то понятно, что это по большей части жир. Вот представьте теперь, что происходит с органами, когда они, когда там и так нет места, но туда еще впихнули много жира. И он везде, он на этих органах, он между органами, он там где-то еще, вот он везде, где только можно ему найти себе какое-то местечко. Что при этом происходит? Естественно, каждый орган, каждый орган густо снабжен сетью кровеносных сосудиков, мелких, разных, да, там капиллярчиков и покрупнее сосудиков, но это очень густая сеть, потому что питание каждого органа происходит именно благодаря вот этой густой кровеносной системе. Когда мы имеем много жира внутри, и когда там так тесно, этот жир передавливает сосудики и кровеносные, и лимфатические, потому что лимфатическая система, она идет всегда параллельно с кровеносной. Что такое передавленный сосудик? Ну, представляете, да, шланг, наступили вы на шланг, и, а там вода течет, ну, естественно, там начинается раздуваться, да, как что-то раздувается, какая-то там грыжа, шланг может лопнуть, вот, примерно то же самое происходит внутри. Если пережат сосудик, все, начинается отек, застой, вовремя не выводятся стоки, отходы, начинаются воспалительные процессы, и вот эти вот отеки, они вот копятся, 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 и в конце концов они создают внутри организма вот такой большой воспалительный фон, и это это идет прибавка к весу. Вот что такое отеки. Ну, и, наверное, теперь третья, да, третья составляющая, это шлаки. Вот здесь сразу вопрос к тому, что часто очень задают, что это за шлаки, медицина не признает такого термина шлаки, как они выглядят, и так далее. Медицина, может быть, и не признает термина шлаки, но мы здесь не про медицину, мы здесь про натуропатию. Если дать определение натуропатии, то это наука, которая занимается оздоровлением человека при помощи естественных методов. Ну, будем говорить так, природных методов, не связанных ни с фармацевтической промышленностью, ни какими-то там медикаментозными средствами. Это исключительно естественные методы оздоровления, природные методы. Поэтому у нас существуют термины шлаки, и их существует несколько видов, но я не буду сейчас подробно обо всех видов, потому что у нас немножко более узкая тема. Я сейчас скажу об одном из главных видов шлаков, который влияет на увеличение массы тела. Это слизь. Вот чтобы вы понимали, что это за слизь, хочу сразу разграничить, что при слове слизь у вас наверняка возникает ассоциация, что это то, что покрывает слизистые оболочки. Скажем, во рту у нас слизь, где-то там внутри тоже может быть какая-то слизь на внутренних органах. То есть это что-то такое скользкое, то, что является естественным таким покрытием. Но на самом деле слизь бывает разная. то, что покрывает слизистые оболочки, это нормальная слизь, это жидкость, которая является для нас естественной. Но есть еще слизь другого плана, это скорее ее можно было бы назвать даже не слизь, а клей. Клей или клейстер, или что-то такое липкое, больше похожее даже по своему по составу больше похожее на гной. То есть гной это продукт гниения. И вот эта слизь это ненормальная жидкость, она патологическая, ее быть не должно, но она образуется. И образуется она в тонком кишечнике. Образуется она там потому, что нарушен процесс пищеварения. А процесс пищеварения нарушен потому, что люди питаются неестественным образом, им кажется, что они питаются нормально, но на самом деле это очень далеко ушло от естественного питания, от того питания, которым человечество было призвано питаться по определению, по замыслу создателя. Но об этом немножечко позже. Так вот в результате такого нарушенного пищеварения, в результате того, что идет очень смешанное питание, часто смешиваются продукты, которые плохо вместе усваиваются, часто идет перебор с тяжелыми продуктами, которые плохо трудно расщепляются, идет переедание в общем и целом. В результате этого в тонком кишечнике пища не переваривается полностью. И вот та пища, которая не допереварилась, она превращается в это слизистое содержимое, клейкое, где-то гнойное, потому что животный белок в переизбытке гниет, если он недорасщепляется. кишечник, и вот это содержимое кишечника слизистое, гнойное, оно как раз тоже очень сильно влияет на вес. Дело в том, что вот это слизистое содержимое, клейкое содержимое, будем лучше так говорить, оно загрязняет стенки кишечника. Чтобы вы понимали, что такое тонкий кишечник, я сейчас говорю про тонкий, мы не говорим про толстый. Толстый кишечник, он очень понятен. Это восходящая, поперечная, ободочная и нисходящая кишка. То есть это место, где образуются каловые массы и здесь все абсолютно понятно. Образовывается кал и он выходит наружу. А вот тонкий кишечник, это гораздо более сложная вещь. Во-первых, это гораздо более длинная вещь, нежели толстый кишечник. И это именно тот отдел, где происходит основное переваривание пищи и усвоение питательных веществ из этой пищи через стенки кишечника тонкого в кровеносное русло. А кровь дальше уже разносит эти питательные вещества по всем органам, тканям, клеткам, по всему организму. Так вот, если у человека загрязнен кишечник, то стеночки этого кишечника тонкого грязные. А надо понимать, что тонкий кишечник это не трубочка. Это не трубочка. Дело в том, что внутри стенки кишечника вставляют в собой ворсинчатую структуру. Это очень-очень много ворсинчик. И все вот эти ворсиночки, они настолько густо покрывают внутри кишечник тонкий, что если гипотетически взять тонкий кишечник человека и расправить его вместе с этими ворсиночками, то в расправленном состоянии тонкий кишечник займет площадь более 40 квадратных метров. Представьте себе у вас у некоторых квартиру 40 квадратных метров. Представьте, разложите по всему полу и вот если кишечник тонкий загрязнен, то вы представляете сколько можно намазать грязи на слизи вот этого клея крестера на 40 квадратных метров. Представили сколько можно намазать? А теперь соберите это все, вот то, что намазано, и положите в какое-нибудь ведро или мешок. Вот взвесьте сколько это примерно будет весить. Вот такая картина. С одной стороны вроде как сложноватая, а с другой стороны все понятно. откуда что берется все понятно. Теперь мы знаем, что составляет лишний вес. Ну теперь надо переходить к действиям. Что делать? Давайте переходить к действиям. Начнем с жира. Что делать, чтобы для начала хотя бы чтобы не накапливалось чтобы он не накапливался жир и одновременно чтобы и сгорал тот, который уже есть. Нам же нужно действовать с двух сторон и не накапливать и чтобы сгорало. Что будем делать? Ну судя по тому, что вы услышали, соответственно нужно минимизировать глюкозу и крахмалы. И теперь вы уже понимаете, что глюкоза это не только сахар, но это еще и вареная еда. Поэтому здесь нужно очень хорошо подумать, а как же нам теперь питаться, если вареная еда это тоже глюкоза, в которую превращаются крахмалы. Вот. Это такая тема очень интересная. Когда такой момент, что люди часто становятся одержимыми фанатами, уж если решили бороться с глюкозой, то долой всю глюкозу из питания. Но между прочим глюкоза ведь она в какой-то мере в какой-то степени она же все равно присутствует и она должна присутствовать в нашем пищеварении, потому что глюкоза это то, что кормит клетки. То, откуда клетки берут энергию. То есть в минимальном количестве она нужна. И если уж вы там и решили объявлять войну глюкозе, то нужно понимать, что, например, сладкие фрукты это и фруктоза и глюкоза, но они нужны для того, чтобы наши клетки получали энергию. Скажем, мед это и фруктоза и глюкоза, но он тоже совершенно безобиден, если мы говорим о том, чтобы минимизировать чистый сахар и крахмалы, но оставить в питании безобидную фруктозу и глюкозу, которые являются природными. То есть и глюкоза, и фруктоза из природных продуктов, из таких, как фрукты, овощи и мед, это хорошая глюкоза. И там даже фруктозы больше, чем глюкоза. А фруктоза это уже отдельная история. И фруктоза, во-первых, не нужен инсулин. Это все намного проще усваивается. И здесь не такая тяжелая ситуация, как с чистым сахаром и с крахмалистой едой. Вот. И раз уж мы решили бороться с, ну, уменьшать глюкозу, то будет безопасным, будет совершенно безопасным увеличить долю сырой растительной пищи, такой, как фрукты, овощи и зелень в ущерб вареной. То есть уменьшить количество вареной еды в вашем рессоне, но увеличить количество сырой. И при этом не бояться, что у вас сладкие фрукты, потому что в любом случае фрукты будут совершенно безопасными по сравнению с булочками, хлебом, сладкими йогуртами, картошкой, макаронами и прочими вареными вещами. Вот здесь нужно четко для себя это уяснить и не быть фанатом. То есть не исключать совершенно все, что имеет хотя бы намек на сладкий вкус. Сладкий вкус, понимаете, да, то, что он может исходить из совершенно разных продуктов. Так, значит, понятно с этим, да, что уменьшая количество вареной еды и убрав откровенный такой сахар, сахар, сахаристый, мы тем самым уменьшаем образование жира у нас в организме. А что же теперь делать с тем жир, который есть? Вот его нужно сжигать. Что сжигает жир? Сжигает жир усиление кровообращения. Чем активнее кровь омывает все пространство внутри, тем активнее идут обменные процессы, тем активнее сжигается жир. И вот сейчас я подошла к объяснению того, чем хорош тот самый мой жиросжигающий набор, которым я несколько дней назад сделала пост и предложила вам его попробовать. Я только что назвала вам два действия, которые мы должны делать. Это уменьшать количество клюкозу и сжигать жир, усиливать кровообращение. Два составляющих жиросжигающего набора это как раз два инструмента, которые помогают делать и усиливать кровообращение, сжигать жир и кормить ваши, вернее так, не давать вашим клеткам чувствовать голод в отсутствии глюкозы. Я говорю сейчас об эфирной смеси Slim Sessi и о настойке пчелиного подмора. Кто уже покупал, они знают из чего состоит этот набор. Кто еще не покупал и не знаком, знакомлю. Значит, набор состоит из двух продуктов. Первый продукт это смесь эфирных масел, которая называется Slim Sessi. Это продукция компании Doterra. Туда входит несколько масел. Это чистые эфирные масла, 100% натуральные масла, масла терапевтического класса, которые можно употреблять внутрь. Что мы делаем употребляя внутрь смесь Slim Sessi? Значит, смотрите, я вам сейчас сказала, что когда мы уменьшаем, убираем откровенную глюкозу и уменьшаем количество вареной еды в нашем рационе, первое время будет ощущаться довольно сильный голод. Это непривычки, потому что мы привыкли насыщаться вареной едой, такой плотной едой, да, а если мы убираем и сахар мучной, и выпечку, и еще и вареную еду, минимизируем и даем себе больше сырой растительной пищи, мы неизменно будем чувствовать голод, и это будет давать дискомфорт. Что делает эфирная смесь Slim Sessi? А вот она как раз притупляет чувство голода. И будете удивлены, но для того, чтобы этот эффект наступил, притупление чувства голода, достаточно всего лишь одной капли три раза в день. Настолько концентрирована и мощна эта эфирная смесь, что хватает одной капли три раза в день. То есть утром капля, в обед капля и вечером капля. Эту каплю можно принимать с водичкой, можно с медиком, вот до еды, за полчаса до еды прекрасно притупляется чувство голода и что еще немаловажно, эта эфирная смесь ускоряет метаболизм, то есть ускоряет обмен веществ, а это именно то, что нам нужно. при ускорении обмена веществ у нас жир начинает сгорать, то есть это не только смесь для притупления чувства голода, но это еще и метаболик, это еще и вещество, которое способствует снижению веса, то есть сгоранию жира. Вот что такое эфирная смесь свим сесси. И второй предмет из набора это настойка пчелиного подмора, ну подмор это умершие пчелы, которых мы моем, сушим, измельчаем в порошок и настаиваем определенным образом получается подмор. Что такое подмор? Это вещество, которое настойка подмора это вещество, которое очень очень способствует усилению кровообращения. То есть это тоже вторая вещь, которая нам нужна для сгорания жира, усиления кровообращения. Когда эти два продукта выступают вместе с лимсесси и настойка подмора, то процесс сгорания жира и снижения веса происходит в разы быстрее. И при покупке этого набора человек еще получает меню на неделю, которое я назвала летнее жиросжигающее меню. То есть не надо ни над чем ломать голову. Взял набор, взял меню, действуешь, принимаешь месяц, идешь с этим меню, живешь месяц и получаешь свой результат. Так это мы разобрали про жир, как его уменьшать и как его жир. Теперь мы переходим к убиранию отеков. Хорошая новость состоит в том, что отеки автоматически начинают уходить по мере того, как начинает сгорать жир. И это понятно, потому что причину мы знаем. Нет жира, ничто не пережимает сосудики, возобновляется нормальное течение жидкости, и крови, и лимфы по сосудикам, улучшается кровообращение и усиливается, нормализуется обмен веществ, уходят отеки. Это хорошая новость. И вторая хорошая новость состоит в том, что для того, чтобы запустить, так сказать, лимфу, как говорят, прокачать лимфу и заставить ее работать нормальным образом, чтобы не создавался тек. Совершенно нет никакой необходимости заниматься усиленно спортом, ходить в спортзал, на тренажеры, бегать до изнеможения, прыгать до вдурения. Нет такой необходимости. Все, что нужно, все, что можно себе дать в качестве такой лимфатической зарядки, это всего лишь две вещи. Первое это обязательно растяжки. вот нам, особенно женщинам, нам без растяжек просто никак нельзя, потому что мы в течение жизни получаем очень много спазмов. Мы много работаем, в том числе и физически, мы много стрессуем, одна беременность чего стоит, потом воспитание маленьких с ними, с колясками, с ковраничками и прочим. То есть мы всю жизнь напрягаемся и тяжелые мы тоже работаем с тяжестями. Из-за этого у нас возникают спазмы. Спазмы мышц, которые могут приводить и к более глубоким спазмам. И эти спазмы они тоже пережимают сосудики самые разные. растяжки. все, что нужно для снятия для того, чтобы убрать отеки, это регулярно делать растяжки. Не раз в неделю, а примерно три раза в день, а можно и чаще. Что за растяжки? Самые банальные растяжки. Это и обычные потягушки. Это где-то там немножечко полувис на перекладинке. Это и такие всем известные растяжки, как потянуть икроножную мышцу, потянуть бедренную мышцу, потянуть в район, свернуться клубочком и потянуть, растянуть мышцы спины, нижний отдел, потянуть боковые мышцы шеи, шею растягивать. Мы все это знаем. Мы все это прекрасно видели и слышали, но надо практиковать, надо это делать. Так, сейчас я включу свет, а то мне становится темноватым. Дальше, что еще, кроме растяжек? Очень простая и веселая вещь, такая, как банальное прохлопывание. Вот просто брать и ладонями прохлопывать свое тело, начиная прямо с пяток, с ступней, выше по икрам, по бедрам и по всему телу, и по спине, и по животику, и по ручкам, и по шее, и по голове. То есть, вот прям вот все тело. Очень хорошо делать утреннее прохлопывание, даже просто вместо утренней гимнастики. Проснулись, сели на кровати, никуда не торопитесь и начинайте потихонечку себя прохлопывать. Не надо сильно бить, потихонечку. Что вы этим самым делаете? А вы как бы работаете с мышцами, заставляете их расправиться и снимаете вот эти пережатия, которые у вас за ночь были. Прохлопали себя, потянулись, а потом уже все остальные дела. и делать это каждый день это как отче наш, нужно обязательно. То есть напоминаю, прохлопываниями и растяжками мы снимаем спазмы и убираем отеки, которые тоже являются составляющей лишнего веса. Так, и переходим к третьему шлакам. к тому клею, который у нас в кишечнике. Это, наверное, наиболее сложная часть, потому что попить эфирную смесь это понятно, это легко и просто. Взял себе, капнул там водичку и выпил. Прохлопать себя это понятно. Повисеть там немножечко полувиз сделать на турнике. Ну, кстати, я имею в виду у кого большой вес, полувиз, не виз, то есть не всем телом в сеть, а полувиз. Это когда ножки стоят на полу, просто коленочки сгибаются и руками берёте за прикладину и так висите. То есть это не полное висение, да иначе вы там себе всё порвёте, все связки в таком щадящем формате нужны. Это всё понятно. А вот как работать с тонким кишечником, чтобы не накапливалась грязь и шлаки, тут немножечко посложнее. Посложнее. И у меня этому посвящён целый курс, но я, конечно же, не буду в рамках вебинара вам пересказывать этот курс. Скажу просто коротко о том, что ну, чтобы уменьшить количество вот этой клейкости в кишке, в тонкой кишке, нужно первое, это разобраться в иерархии продуктов. То есть понимать, что все продукты, которые мы употребляем, они все имеют разную скорость расщепления и усвоения. Скажем, яблочко расщепляется буквально за 20 минут, и его уже нет, всё, и оно уже помчалось на выход. А кусок мяса будет расщепляться очень долго. Он до 5 часов может только в желудке лежать, потом сутки по кишечнику тащиться. То есть это очень долгая история. Так вот, люди, которые питаются традиционным образом, они понятия не имеют, что существует такая иерархия, и они очень часто перемежают вот такую пищу в течение дня несколько раз. Скушали кашку, поели яблочко, скушали мясо, потом закусили виноградиком, потом пирожницы какой-нибудь, а потом ещё пару мандаринок. И вот в течение дня вот таких хаотичных запихиваний в рот чего-нибудь попадя, не задумываясь о том, что как, с какой скоростью и расщепляются эти продукты, человек создаёт себе бардак просто в кишечнике, и этот бардак он там и бродит, и гниёт, и создаёт ему метеоризм, и его и пучит, и его и поносит бывает, и у него и дисбактериоз, и нерегулярный стул, или вообще проблемы там со стулом. В общем, всё плохо с кишечником, а всё потому, что не соблюдается иерархия. Ну, это тоже, вот эта тема посвящается в моём курсе, и об этом я вообще очень много говорю и пишу постов, и в этом вы ещё будете разбираться, это очень интересно. Вот когда там на самом деле ничего сложного нет, и когда это освоишь, вот эту иерархию, и будешь понимать, что пускать в эту пищеварительную трубку первым делом, а что пускать вторым, третьим и последним, вот тогда всё становится очень наглядным, то есть и метеоризм исчезает, и лишний вес начинает куда-то уходить, и вообще самочувствие становится лучше. Человек думает, ну надо же, как всё оказывается просто, переставил местами кашки, кашку и яблочки, а оказывается, вот какой результат получил, да, всё намного проще. Мне, кстати, недавно так и сказала одна женщина, с которой я разговаривала, после нашего разговора, она сказала, боже мой, а всё оказывается гораздо проще, чем я думала. То есть сначала там человек семь лет изучал, что-то читал разные умные книги, а поговори со мной 20 минут, она поняла, что всё оказывается намного проще и ближе, чем мы себе там в голове чего-то выстраиваем. Так, значит, первое, это разобраться в иерархии продуктов, какие из них запускать первыми, какие во вторую очередь, и второе, это просто понимать, что с точки зрения натуропатии вся еда, которую употребляет современное человечество, её можно разделить, на две большие группы. Первая группа это естественная еда, а вторая группа это неестественная еда. И вот это, наверное, самый такой основополагающий момент, когда нужно честно сказать себе, что с такого-то дня я готов пересмотреть свои отношения с едой, я готов отказаться, ну, или свести к минимуму неестественную еду, и я готов питаться естественной. Это тоже всё очень подробно у меня освещено в моём курсе, но кратко скажу, что естественная еда это то, что имеет отношение к природе, а неестественная это то, что имеет отношение уже к производству. Ну, например, да, фрукты, плоды, овощи, зелень, это имеет отношение к природе. Это природная естественная еда, и когда мы её едим в необработанном термическом виде, то есть сырые овощи, сырые фрукты, это самое, что ни на есть естественная еда. Какая-то животная часть, которая существует в природе, это тоже естественная еда. Это рыбки, птички, яйца, они какие-то животные, мелкие или крупные, смотря кого поймали, это тоже естественная еда, потому что это тоже часть природы, и человек в принципе всегда питался тоже животной едой, и животный белок, включая и животные жиры, такие как масло, сметану, это тоже естественная еда, потому что хоть оно и теперь уже является продуктом производства, но извините, в такое время живем, когда не можем руками взбить это масло, поймать корову, выдавить с нее молока, взбить руками масло, но нет таких у нас возможностей, поэтому приходится пользоваться производством. А вот по большому счету все остальное, что лежит на полках супермаркетов, это такие сложно сочиненные продукты, в которые вложено очень много неестественных процессов, что назвать это едой, это с большой натяжкой можно. Ну, что это в первую очередь? Это всякие колбасные изделия, всякие сосиски, шпикачки и прочее. Ну, это на современном рынке очень много такой еды, в которую намешано бог знает что, всякие искусственные добавки и непонятный какой-то соевый белок и т.д. и т.п. Вот. Что это еще может быть? Это ну, все, что относится к и кондитерской промышленности и ко всем этим выпечкам. Здесь тоже очень много всего сложного. Ну, в общем, все, все, что усложнено, все, что усложнено и все, что нельзя пойти взять в природе, это неестественная еда. Поэтому, если вы возьмете за правило пересмотреть свои отношения с едой и сделать выбор в пользу естественным, то вы в скором времени почувствуете, как обреченно сдохнет ваш кишечник. Но, хочу сказать, что рынок естественной еды, он очень большой. у нас очень много всяких овощей, фруктов, животной еды тоже достаточно. И здесь можно делать очень вкусные варианты, собственно, на чем я и живу. И все меня очень даже устраивает. Я даже не представляю, что когда-то было время, когда я была всеядной человеком, и я питалась всем, что было на полках супермаркетов. и даже понятия не имею о том, что какая-то существует естественная или естественная. Ну, и, как видите, результат налицо. И на лице это все, конечно, сказывается. То, как я выглядела в 53 года, и то, как я выгляжу сейчас в 59, это большая разница. Я не стала выглядеть хуже, я, возможно, стала более возрастной женщиной, потому что я подзрослел, да, скажем так, но в плане здоровья, тела, и я не стала выглядеть хуже. И в плане самочувствий однозначно, и в плане энергии однозначно, мне стало намного, намного лучше, несравнимо лучше, благодаря тому, что я сделала выбор в пользу естественной еды. Итак, смотрите, вот основная часть, основную часть я проговорила, то есть мы разобрались в причинах, повторяться не буду, по-моему, все понятно, да, в причинах, то есть что составляет лишний вес, каковы причины, и что нам нужно делать, чтобы от этого лишнего веса избавляться. И теперь осталось только вам предложить пару вариантов, как это можно сделать наиболее эффективно. Один вариант я вам уже озвучила, это, ну, он такой очень примитивный, очень простой, и это такой вариант, ну, одного дня, ну, не одного дня, да, а одного месяца, будем говорить, это я имею ввиду про набор для снижения веса. Взять, попробовать, купить этот набор, да, попробовать эфирную смесь с лимсесси, это запатентованная смесь, она, у нее есть все сертификаты, все документы, это очень известная международная компания Дотерра, вот, если кто-то заинтересуется, могу целый отдельный вебинар по этой продукции провести, поэтому здесь сомневаться не приходится, все официально, все разрешено, подтверждено, вся документация в порядке, и главное, что сам продукт себя зарекомендовал уже очень-очень положительно, то есть уже много лет люди принимают этот продукт, эту эфирную смесь и получают хорошие результаты, кстати, этот продукт, эта эфирная смесь с лимсесси, кстати, с лимсесси переводится стройные и дерзкие, то есть само название уже говорит за себя, что это такой прорыв, эта смесь была разработана для диабетиков в первую очередь, потому что она нормализовывала обмен веществ и тормозила вот эти вот разрушительные процессы в теле, но впоследствии оказалось, что она еще и благотворно влияет в общем и целом на метаболизм и на действовать на снижение веса, поэтому ее охотно стали применять вообще все люди, имеющие проблему веса, не только диабетики, но и люди с лишним весом. То есть первый вариант, он самый простой, он, конечно же, эффективный, он работает, и он очень простой, то есть покупаете набор, ссылочку дам после вебинара в чат, пробуйте, да, это на себе, инструкция есть, даю меню, живете по этому минимум целый месяц, и потом мне хвалитесь, присылаете ваше фото до и спустя месяц после, сколько у вас ушло, сколько минус у вас килограмм, как вы стали повредить, как вы стали себя чувствовать, что у вас изменилось к лучшему, сто процентов вы, если вы будете делать все, как написано в меню и что написано в инструкции, сто процентов получите результаты, хорошие результаты, если плюс к этому вы еще добавите растяжечки, прохлопывание, все будет вообще отлично, просто супер, это первый вариант, вот берите и действуйте, даже голову ломать не надо, все объяснил, все рассказал, дала набор, берите и действуйте, и это такой самый, наверное, экономный вариант, там всего лишь тысяч, где-то там полтора тысячи с небольшим рублей на месяц, я считаю, что это вообще просто ни о чем, и второй вариант, это, я бы, наверное, сказала, вариант для более серьезных и глубокомысленных людей, которые хотят идти, то есть, которые хотят получить устойчивый результат, и навсегда, и уже больше не париться над тем, что купить ли еще раз набор, вот, а будет ли у меня откат или не будет ли отката, ой, а как бы мне потом бы еще, что-нибудь еще придумать бы, чтобы у меня не было плато, да, чтобы вес не стоял, а чтобы он продолжал снижаться, в общем, второй вариант для таких очень серьезных людей, и я должна о нем рассказать более подробно, что я имею ввиду, и так, второй вариант подразумевает партнерство, партнерство со мной, что значит партнерство со мной, это значит, что я становлюсь вашим пожизненным куратором и наставником, и контролирую и курирую все, что происходит с вами в плане снижения веса, и у вас всегда есть возможность оставать мне вопросы и общаться со мной вот на эту сакраментальную тему. Далее, что еще в это предложение, в этот второй вариант входит доступ к моему замечательному курсу, который я, я его сначала назвала «К здоровью через детокс», а потом взяла и поменяла название. Я назвала его «К здоровью и стройности», потому что оно как-то больше понятно, да, потому что это не совсем, может быть, не всем понятно, а вот «К здоровью и стройности» это очень понятно. Так вот, можно получить доступ к этому курсу. Это курс 30-дневный, он пошаговый, то есть в нем он разбит на 30 дней и там прописано, что делать в каждом дне. То есть каждый месяц это определенная программа. Там 38 видеоуроков, там много теоретической части, там три этапа, включающие в себя, и очищение организма, и подготовку, в общем, очень много всего. То есть по сути это курс, который вобрал в себя все то, что я наработала за эти 6 лет, что я напрактиковала, что я насобирала из истории моих клиентов, что я, чему я училась, и теории, и практики. То есть там все. В этом курсе все. Ну и плюс, если там чего-то нет, то всегда можно спросить у меня, потому что смотри, пункт первый, я ваш куратор и наставник. Ну и наконец, каким образом можно это все получить. Мое кураторство и доступ к курсу. А, еще не сказала, можно еще получить в подарок целый большой флакон этой эфирной смеси с лимсесси, целых 15 миллилитров. То есть в наборе, про который я говорила, жиросжигающий, там 5 миллилитров смеси. Но можно еще получить в подарок большой флакон 15 миллилитров, его очень надолго хватит. Вот если 5 миллилитров на месяц хватает, 15, считайте сами. Итак, кто же может стать этим обладателем вот этого всего и кураторства, и большого флакона эфирной смеси, и войти в этот курс? Каждый человек, который станет моим личным партнером в компании эфирных масел Дотерра, которую я обожаю и боготворю, получит доступ ко всему этому. И мое кураторство, и мой курс, и в подарок флакон SlimSessie. Что такое стать партнером Дотерра? Это значит зарегистрироваться по моей партнерской ссылке, заказать себе стартовый набор, который представляет из себя набор эфирных масел под названием семейная аптечка. Что это такое? Был бы сейчас слайд, было бы очень здорово на это посмотреть. Это 10 самых популярных эфирных масел, которые можно применять в своей семье на любые случаи жизни, начиная от каких-то хронических заболеваний, заканчивая острыми ситуациями, такими, как отравление, всякие вирусы, включая и коронавирус, и ротавирус, и все, все, все. Это 10 очень популярных, очень мощных эфирных масел, и плюсом идет большой флакон эфирной смеси Slim сессии. Регистрируясь ко мне в структуру, в мою команду и заказывая вот этот стартовый набор семейная аптечка, человек приходит ко мне в мою команду, в мой командный чат, где мы общаемся каждый день с людьми и обсуждаем все наши наболевшие вопросы, не только по маслам, но и по здоровью, и в том числе и по весу, мы тоже можем все это обсуждать. Человек получает доступ в закрытую группу ВКонтакте, где выложен даже в две закрытые группы, одна группа это где выложен полностью мой курс 30-дневный к здоровью и стройности, вторая группа это группа с материалами по эфирным маслам, инструкции, руководства, рецепты, как пользоваться, видео, обучающие и так далее, то есть это группа, которая постоянно пополняется материалами о том, как жить с эфирными маслами. У меня уже было несколько вебинаров на тему эфирных масел, поэтому повторяться не буду, если возникнет интерес, просто отправлю ссылочки на эти вебинары и можно будет посмотреть и узнать подробнее о том, что такое семейная аптечка. А по большому счету скажу вам так, что семейная аптечка эфирных масел, это масла, которые работают и с пищеварительной системой, и с выделительными системами, и с иммунитетом, и с сердечно-сосудистой системой, и дыхательной системой, и кожной. То есть представьте, сколько есть проблем у нас, все эти гастриты, колиты, холециститы, панкреатиты, дерматиты, астмы, диабеты, и суставы, и прочее, прочее. Вот на все эти вопросы, на все эти иты есть ответ у семейной аптечки, в которую входит всего лишь 10 масел. Не говоря уже о том, что потом можно покупать и другие масла, очень редкие масла, коллекционные, мощнейшие масла, с помощью которых можно лечить самые тяжелые заболевания. Не поверите, но даже самые-самые тяжелые заболевания, такие как онкология, эпилепсия, аутоиммунные заболевания поддаются излечению при помощи умного применения эфирных масел, протоколов с эфирными маслами. То есть это такая тема, в которую если войдешь, то выйти уже невозможно. Настолько она захватывает потрясающие свои результаты. Цена вопроса, конечно же, это будет всех волновать. Сейчас расскажу про цену вопроса. Смотрите, если мы говорим про мой курс, то я вам просто сейчас приведу для сравнения цифры. Если просто его купить по отдельности индивидуальный тариф, не говоря сейчас про эфирные масла, про дотеру вообще, просто вот взять и купить этот курс, он стоит 20 тысяч. Если просто купить эфирную смесь с лимсесси 15 миллилитров, то это 2920 рублей, то есть почти 3000 рублей. Это уже 23 тысячи. Ну, плюс там купить на стойку подмора это копейки, это 600 рублей, это все ерунда. То есть это 20 с лишним, почти 23 тысячи рублей, то есть это большие деньги. И теперь сравните. Если вы входите в мою структуру, в компанию Дотера, эфирные масла и покупаете семейную аптечку, то платите всего лишь 11900 рублей, то есть в два раза меньше. Вы получаете в два раза больше. Вы получаете коллекцию из 10 масел плюс в подарок с лимсесси. Вы получаете доступ к моему большому курсу здоровья и стройности, в котором расписано все-все в подробностях то, что я вот только немножко коснулась на вебинаре, а на курсе это все очень подробно. Вы получаете мое пожизненное кураторство по всем вопросам, не только по снижению веса, в общем по здоровью, по применению эфирных масел. Вы входите в мою команду, в мой чат командный и мы не расстаемся уже никогда. И все это за 11900. То есть выгода экономия в два раза, а выгоды несравнимо больше. теперь вам осталось только сделать выбор и понять, какой же вариант вам подходит больше. Если у вас остались вопросы, вы можете их сейчас задать, но я подозреваю, что может быть у вас не получится их задать, потому что может быть я что-нибудь неправильно сделала состройками. Поэтому ничего страшного, если вопрос сейчас не прозвучит, но вы теперь в этом чате, в который вы вошли, да, вот мой чат Байче, мой канал, вы можете эти вопросы задать, потому что решения должны быть взвешенными, они должны быть обдуманными, умными, грамотными, для этого вы должны получить ответы на все свои вопросы. Я выговорила все свое время, которое я запланировала, отвела на этот вебинар, я сказала, в принципе, все, что я хотела, но на самом деле у меня есть намного, намного больше, что сказать. И если вы станете моим партнером, вы узнаете намного больше того, что вы узнали на этом вебинаре, и вам предстоит еще сделать очень много интересных открытий. Но самое главное, конечно, что эфирные масла это то, что помогает нам вернуть испорченный, утраченный, вернуть нормальный обмен веществ, вернуть свой организм и свое физическое тело в хорошую здоровую форму, вернуть себе здоровье, вернуть себе радость жизни, и не только себе, но и своим близким, своей семье, ну и всем людям, которые для вас не безразличны. Я благодарю вас за внимание, и все ваши вопросы, пожалуйста, можете направлять в чат, можете направлять мне в личное сообщение, сейчас в чат я сброшу все необходимые ссылки, которые я посчитаю нужным, и до связи буду рада видеть новых людей в своей структуре. Спасибо вам, что вы меня сегодня внимательно слушали, благодарю, и до новых встреч. Хорошего вечера, всего доброго. Продолжение следует...